9.15 утра. Мы в поле по пути на золоотвал ТЭЦ-3, чтобы проверить его на пыльность и на наличие карасей. Давайте посмотрим пока, что нас окружает. Зелёные деревья, зелёная трава, дорога, которая не очень пылит, потому что тут щебёнка и сухой грунт. Посмотрим, что же ждёт нас дальше. В общем, мы всё ещё идём. Идём уже минут 10. Пройти никак не можем к золоотвалу, потому что деревья, стена зелёных деревьев реально мешает пройти. Почва грунт по-прежнему не меняется. Всё та же грунтовая дорога, достаточно плотная и всё ещё не пылит, особенно не пылит золой, несмотря на то, что ветрено. Добрались до золоотвала ТЭЦ-3. Он, кстати, за моей спиной. Мы можем видеть остров, который образовался от смешения золы и грунта, которым эту золу засыпают, чтобы она не пылила, тогда выходит на поверхность. И, кстати, на нём уже видна зелёная поросль. А сейчас пройдём вместе по трубе и посмотрим, что же происходит с золой. В золоотвале. В общем, чтобы видеть, что уровень золы в золоотвале стал чуть выше уровня воды. И поэтому, чтобы зола не пылила и была влажной, уже начались просы технической воды. Спасибо.